2018 год. Новые события. Рядом с такими селищами открыты могильники с погребениями по обряду трупосажирия. Могу вам сказать, что у мощинской культуры есть очень большие проблемы с обрядом погребения. Это из коллекции тех культур, где люди не умирали. Мы понимаем, что это обряд, который плохо фиксируется археологически. То есть, который легко разрушается распашкой, который очень сложно найти. Есть несколько курганов в Калужской области, которые были раскопаны в конце 19 века, которые вроде содержат погребения мощинской культуры. На всю огромную территорию три кургана этого явно маловато. А здесь мы обнаружили эти погребения. Один из таких могильников. В погребении была как раз фибула седьмой группы. И лежали кости человека. Тут на самом деле преимущественно кости животных. То есть, кучка костей, побывавших в костре. Калицинированные они, пережённые, белого цвета. Характерная находка. Эту находку нам передали вместе с костями. Мы выехали на это место. И вот это погребение осмотрели уже антропологи Татьяна Юрьевна Шведчикова. И она сказала, что это преимущественно кости животных с небольшими фрагментами костей человека. Фрагменты диафизовых длинных костей. Температура сожжения 400-750 градусов по Цельсию. Что это всё значит? Когда человека вместе с какими-то жертвами, дарами сжигали на погребальном костре. Ну понятно, что те люди, которые этим занимались, они не были антропологами. И не могли вот в этих мелких косточках различить человека, то животное, то еда, ритуальная пища, которая была положена тоже на погребальный костёр. Они сгребали что-то, по их мнению, потому что осталось от дорогого им человека. И помещали либо в ямку, либо в какой-то сосуд. Есть разные совершенно обряды. Хорошо, замечательно. Мы выезжаем. И на этом месте мы находим, вот видите, вот здесь вот плохо, наверное, видно, буквально на поверхности земли размытая погребение тоже вот эти вот коллекционированные косточки. Вот эти вот коллекционированные косточки являются в основном преимущественно фрагментами костей человека. Достаточно большие есть фрагменты. И это позволило антропологам даже определить, что это был мужчина возраста Адультус. То есть это взрослый мужчина. Градации Адультус они не могут сказать. То есть это до 35 лет, грубо сказать. Взрослый мужчина, который был погребён. Соответственно, никаких частей металлических. То есть это просто уже то, что лежит на поверхности грунта. Конечно, вы понимаете, что это глухой лес. Если бы вот по этому погребению проехал бы раз в 50 трактор с плугами, конечно, мы бы ничего от него не нашли никогда в жизни. Это вот опять важность нашего леса, важность нашей темы. Тульские засеки – это действительно лес, в котором иногда остановилось время. И здесь это для нас очень важно. Второй могильник тоже был открыт случайно. Потому что никаких внешних признаков не было. Вот одно погребение содержит преимущественно кости животных. Только мелкие фрагменты костей человека. Но второе погребение было исследовано и доисследовано. То есть оно представляет себе вот такую ямку, в которую были помещены кости. И там была найдена вот такая фибула тоже этого же времени. Западная, красивая. И здесь были уже преимущественно кости человека. Большеберцовые, бедренные. То есть температура сожжения примерно та же. То есть таким образом у нас найдено два могильника, которые расположены в непосредственной близости. То есть точно соотносятся с селищами. На которых найдены фибулы группы Аль-Мерн-7. Одна из таких фибул найдена непосредственно в погребении. Я вам это показывал. Но для анализа этих памятников необходимы раскопки. Потому что вот эти случайные находки, доисследования шурфами какие-то погребения, которые сейчас открыты, они не позволяют хорошо охарактеризовать как-то собственно погребальный обряд этих памятников. Трупосожжение в то время вещь очень распространенная. Оно есть и в вильбарских памятниках. Оно есть и в черняховской культуре. Потому что черняховские могильники вообще биритуальные. То есть там есть и трупосожжение, и трупоположение. Здесь сказать чей-то обряд с какой-то либо достоверностью, без больших работ, которые нужны, мы не можем. Постараемся их провести. Итак, в 2018 году на одном из таких силищ были проведены раскопки. Потому что вся эта красота, полученная с подъемки, либо как случайные находки, это ставит больше вопросов, чем дает ответов. Для решения вопросов нужны археологам все-таки раскопки. Итак, в 2017 году с некого поселения, расположенного в Щекинском районе, были получены вот такие находки. То есть это треугольная фибула круглого восточноевропейских выемчатых эмалей. Это, соответственно, две фибулы седьмой группы. Удалось, две из них это случайные находки. Одна находка наша. Соответственно, было получено то точное место, откуда они происходили. Была сделана шурфовка этого места. И стало понятно, что это остатки какой-то усадьбы, которая в третьем веке существовала на этом месте. Само это селище расположено в лесу, на низкой террасе. То есть, представляете себе морфологию берега реки? То есть, река упа течет, пойма довольно широкая. Потом начинается плавное повышение берега. То есть, 5 метров от уреза воды это здесь, а здесь это только 10 метров над урезом воды. То есть, это очень пологий такой мыс между небольшими овражками, которые тоже очень неглубокие. Вообще, все это очень низкое. Явно в древности и сейчас сырое место, когда мы там проводили работы. Соответственно, это комарьё, очень сырой лес. И очень было странно, что люди поселились в таком довольно неудобном для жизни месте. Одновременно на ней, на этом селище могло существовать там 3-4 усадьбы, то есть, 3-4 дома, не больше того. Это очень маленькое поселение. И других синхронных селищ, да никаких других селищ рядом больше нет. Итак, раскопками мы изучили две усадьбы 3-4 веков. Одна из которых была связана с этими находками 3-го века, которые я показываю. А вторая, это другая усадьба, которая привлекла наше внимание. Тоже богатством находок. И она относится уже к 4-му веку. Здесь замечательные находки. То есть, в этой постройке было найдено вот такие две слипшиеся в пожаре римские серебряные монеты. Вот это вот юноша, это у нас молодой римский император Марк Аврелий. Причем, сейчас будет довольно интересно, потому что у нас все вокруг Марка Аврелия и Антонина Пия. Антонин Пий был его приемным отцом. Марк Аврелий стал цезарем, то есть, младшим соправителем еще при жизни Антонина Пии. Вот Антонин Пий в честь него выпустил вот такую монетку. Вторую монетку опознать нельзя, она совсем сплющилась. Это произошло либо в 151, либо в 152 году. Вот чеканки. Шикарная вещь. Но на этом поселении найдены еще две римские монеты. Это динарий, выпущенный Марком Аврелием в честь, в память об своем приемном анце Антонине Пии в год его смерти, в 161 году. Вот видите, даже на обратной стороне монеты изображен погребальный костер. Вот этого самого Антонина Пия и в чьи его портрет помещен. И совершенно замечательная находка. Мне пришлось выучить новое слово, потому что он не так силен в античной нумизматике, как мои коллеги. Все эти определения сделаны нашим коллегой Кириллом Валерьевичем Мызгиным, замечательным нумизматом. Сейчас он работает в Варшавском университете и занимается как раз монетами этой эпохи с Восточной Европы. Эта монета называется Дупондий, номинал. Выпущена императором Каракалой в 212 году. Тут даже забавно, можно посмотреть, что на самом деле надпись вокруг портрета императора звучит как Антонин Пий. Это такой казус. Император Каракалла в честь великого императора Антонина Пия тоже любил себя иногда называть Антонином Пием. Поэтому все вокруг Антонина Пия и великого императора и философа Марка Аврелия. Видите, что это конец. Все эти монеты. Вот эти монеты серебряные, предыдущие, вот эта монета, они очень долго обычно в варварской среде сохранялись. Люди их хоронили как сокровища. Но, как в последнее время кажется, то, скорее всего, у них было и какое-то денежное обращение связанное с этими серебряными римскими монетами. И они у них прекрасно жили вплоть до V века. Вот именно монеты, которые из хорошего серебра, чекарены в первые два века н.э. Более поздних монет сразу падает содержание серебра, они становятся, по сути, медными. И эти варварам не нравились. А вот эти они любили, хранили, и они у них как-то ходили. А вот эта монета, она бронзовая, она не может сохраняться, как какое-то сокровище. И вот это вообще очень удивительный факт. То есть, она скорее больше показывает ближе время, когда она могла выпустить. Потому что понятно, что вот эта монета выпала, скорее всего, в четвертом веке, а не во втором. То есть, 200 лет, она вполне себе прекрасно ходила. Вот. Итак, что же привлекло этих людей? Из этой усадьбы 2 происходит массовое количество, огромное количество кусков сародутного железа выпалленного. Мы не первый раз уже говорим о том, что Тульский регион, рудный, где выходы руды довольно близко от поверхности, они легко добывались в Средневековье, и даже, как показывают, вот это вот в начале нашей эры, это то самое богатство, из-за которого сюда приходили и жили, и работали эти люди. На самом деле, рядом с поселением, через овражек небольшой, мы сумели отфиксировать находку сародутного горна, металлургического, где этот человек плавил, это все. И там еще масса заготовок кузнечных изделий. Это вот куски металла, упаковки, всяческие там, ну, видно, что это полуфабрикаты, это недоделанные вещи, это брак производственный, какие-то заготовки. То есть, в этой усадьбе мы со 100% гарантией можем говорить, что жил кузнец и металлург. Он сам плавил железо, он производил эти кузнечные изделия. Очень интересно, что же дальше. Из этой усадьбы происходят фрагменты керамики, горшков и ваз, вот таких холощенных, которые сделаны на гончарном круге. Население мощенской культуры не знало гончарного круга. Вообще, на территории нашей верхнего поочья гончарный круг, это уже 11 век нашей эры, это уже древнерусское население. А это именно куски, вот вы видите, вот типичная посуда мощенской культуры, она вся лепная, она сделана от руки без применения гончарного круга. А это кусок, фрагмент вазы, миски черняховской культуры. И я вам могу сказать, что за 20 лет моих раскопок на памятниках мощенской культуры не было ни одной находки фрагмента круговых сосудов. Не было никогда. То есть черняховская керамика, да, было черняховское влияние, но эти люди не пользовались посудой. А здесь мы в постройке, в жилье этого кузнеца находим спокойно вот это достаточно в большом количестве вот такие фрагменты круговой черняховской керамики. С этого поселения происходит вот такой замечательный топор. Ну, смотрите, вот мы прекрасно знаем топоры мощенской культуры. Они длинные, очень узкое лезвие, немного загнуто вниз. Это не оно. А вот топоры черняховской культуры. Ну, можете сами, в общем-то, убедиться, что это именно изделие, которое характерно именно для другой культуры, для черняховской культуры. И, судя по всему, человек, кузнец, который его ковал здесь, на берегу реки Упы, ковал совершенно другое изделие, которым не пользовались жители мощенских городич. Еще интереснее. С этого же поселения передали находку случайную. Это умбонщита. Вот, ну, если представляете, наверное, щитей, это такая вот железная бляха, сзади которой она полая, оно приклепывается за вот эти отверстия к деревянному щиту, а сзади крепится металлическая рукоятка, чтобы ее держать. И это оружие, которое характерно совершенно не для жителей мощенских городич. Это типичная вещь из германского мира. Западнее, пшеворская культура, вильбарская культура, черняховская культура, там, где ярко проявляется германское влияние, вот эти вот, собственно, готские элементы, но у вильбарской культуры, гипиды, им родственные, там такие вещи есть. Но, даже забавно, что, вот я могу показать, что вот это пшеворская культура, вот такие умбоны, это вот тоже западные памятники. Можно сказать, что вот именно такие изделия были в моде во втором и первой половине третьего века. не позже. То есть, мы получаем, что уже та усадьба, которая нам дала фибулу седьмой группы, Эмали, которая, скорее всего, наиболее правдоподобно датируется к середине третьего века, там была вот эта вещь, которая относится к германскому миру. Изначально жители этого поселка были какими-то странными и инокультурными пришельцами на территорию Верхней Оки. И итогово, о чем мы можем говорить. Судя по всему, в засечных лесах сохранились поселения-могильники середины третьего и четвертого веков, оставленные ранее неизвестной группой населения. Что нам об этом говорить? Ну, понимаете, здесь абсолютно точно можно сказать, что находки черняховской керамики, находки тех застежек, которые никогда не носили жители Мощинских городищ, находки мастерских, которые производили те вещи, которые не носили жители Мощинских городищ, а носила какая-то другая группа населения. Соответственно, кто они? Кто они по пятой графе? Собственно, германцы они, славяне или еще кто-нибудь, мы пока установить не можем. Но вообще это очень большая и сложная проблема для археологии соотнести материальную культуру с каким-то этническим наполнением. Жили они, судя по всему, параллельно с носителями Мощинской культуры. Но и культура была иной. Понимаете, значит, территория была достаточно плотно заселена обитателями Мощинских городищ. Но они друг от друга отстоят на 25-30 километров. Центральное поселение. Естественно, конечно, какого-то большого населения мы здесь увидеть не можем, потому что на таком городище вместе с женщинами и детьми могло обитать человек 70-80, потому что они очень маленькие по размеру. У них была какая-то округа, которую они занимали своей хозяйственной деятельностью, но соответственно оставали еще огромные довольно пустынные пространства. И судя по всему уже в середине третьего века сюда приходит какое-то другое население, которое прекрасно живет на своих неукрепленных никого не боящихся селищах, у которых очень явственная связь с черняховской культурой, с западным миром, с германским. Они находятся на другой ступени технологического развития. У них прекрасные мастерские по производству украшений, у них существуют мастерские по производству железа, вполне возможно в больших количествах. И судя по всему именно ради этого железа они могут прийти в наши окские леса и занять свою так сказать экологическую нишу. Как-то буквально год назад я рассказывал о том, как могли происходить события, связанные с походом готского короля Германариха в леса, когда он побеждал северные народы. Я говорил об этих вещах, о том, что да, действительно было черняховское влияние готское в кавычках только на нашей территории и мы его видим, было очень хорошее взаимоотношение и скорее всего суда как-то мог заходить Германарих со своими походами. Тут получается, что собственно население вполне возможно, что Черняховское по пятой графе уже жило на этих территориях и это несколько меняет всю картину. Поэтому можно сказать, что дело это может быть отправлено только на доследование. Мое удивление вы слышали, наверное, у вас появились какие-то вопросы, я, наверное, с радостью на них отвечу. Продолжение следует...